Нынешней зимой ситуация с подачей электричества в республике значительно осложнилась. Несомненно, эта проблема давала о себе знать и в прошлые годы. Ранее специалисты прибегали к веерным отключениям. Это позволяло избежать серьезного кризиса. Но когда в декабре 2019 года директор Черномор-Энерго Аслан Басария сообщил, что подобная мера не станет спасительной каплей в океане глобальных энергетических проблем Абхазии, стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля. Об этом задумались специалисты. Ну а что жители? Стали ли они больше экономить свет и вовремя платить по счетам? Подобных изменений не последовало, рассказал в интервью нашей съемочной группе руководитель филиала унитарного предприятия «Инал-Ласба». Каких-то серьезных положительных изменений не наблюдается. Традиционно юридические лица оплачивают за электроэнергию более или менее. То есть процент собираемости по юридцам за год составил 94. Физические лица, как вы знаете, это десятки тысяч абонентов, которые охватить своими силами, отключить каждого на сегодняшний день не представляется возможным. Соответственно, вот такая динамика отрицательная присутствует. То есть, если в прошлом году 38,9% было, по физическим лицам сейчас 34,5%. Подобные значения обусловлены тем, что юридических лиц в стране меньше. Поэтому легче организовать контроль и удобнее применять принудительные меры. Другая категория плательщиков – физические лица. По сути, это обычные граждане. Чтобы упорядочить базу абонентов во всем мире, широко используют приборы учета. Реализацию по установке современных счетчиков в республике начали с Гульрибшского района. Когда на подстанции есть учет, и у каждого абонента стоит счетчик, как вот в модели Гульрибшской сейчас это работает, значит, если кто-то нелегально подключится, мы в удаленном режиме это можем мониторить и подключаться, отрабатывать этот момент, отключать нелегалов и так далее. Плюс, если, допустим, трансформаторная подстанция потребляет 100 киловатт, и там 10 абонентов, значит, по 10, грубо говоря, да. И никто из них эти 10 киловатт не может превысить, соответственно, они друг другу не мешают, каждый потребляет выделенный ему лимит. И они не перегружают подстанцию, она зимой, грубо говоря, не взрывается, и проблем у них нет. Стоит отметить, что прежде чем начать работу по установке приборов учета, специалисты приводят в порядок сети и оборудование, чтобы поставлять абонентам качественное электричество, за которое те, в свою очередь, должны платить. Сами жители зачастую негативно реагируют на организацию контроля за потреблением электричества. В селе Пщаб люди оформили свое мнение коллективным письмом. Местные жители реагируют в большей степени негативно. Здесь есть ряд факторов. Если конкретно взять, например, вот то-то село Пщаб, да, вот жители собрались, заявили письменно о том, что у них нет возможности оплачивать по прибору учета, они отказываются от приборов учета. И готовы со своей стороны в содержании письма указано оплачивать 600 рублей в месяц. Вне зависимости, понятно, да, без приборов учета, это вне зависимости от потребления. То есть это своего рода безлимитный тариф. Жители аргументируют высказанную точку зрения своей социальной незащищенностью, оспаривать которую специалисты не берутся. Здесь необходимо кардинальное решение, которое позволит учесть интересы граждан при реализации программы. Не имеем права, так скажем, остановить этот процесс, потому что если мы не будем продвигаться в этом направлении, мы все пострадаем. И у всех у нас никогда не будет хорошего качества электроэнергии в домах. Поэтому в то же время безучастным не можем оставаться к проблемам людей, да. Поэтому здесь нужен государственный подход с поддержкой семей, которые не в состоянии оплачивать. Ну, первое, что можно сделать в адрес этих людей, это пересмотреть категорию льготников. В Абхазии льготами при оплате электроэнергии пользуются работники прокуратуры, таможни и многих других государственных структур. В то время как многодетные и малоимущие семьи, а также инвалиды лишены такой возможности. В Черноморэнерго считают подобное распределение несправедливым. Наши предложения по пересмотру категории льготников находятся в парламенте. Очень надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос снова будет актуален в парламенте, потому что идет установка приборов учета. Остановить этот процесс мы не можем. Поэтому надо дать людям возможность этой льготой воспользоваться. Всем известно, что в данный момент республика обеспечивается российской электроэнергией. За два месяца такого перетока придется заплатить сумму в разы больше той, что государство собирает в год с абонентов. Соизмерив эти значения, легко определить, что сейчас себестоимость энергии в Абхазии гораздо выше ее отпускной цены. Казалось бы, в такой сложной ситуации не место майнингу, но это не так. Специалисты призывают майнеров приостановить свою незаконную деятельность, проявить гражданское благоразумие и обратить внимание на общее состояние энергосистемы страны. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.